Здравствуйте! Мама Патисервис приветствует вас сегодня. Мы будем готовить антипасти. Антипасти – это холодные итальянские закуски, разновидность которых бесгранична. В 1475 году ватиканский библиотекарь Бартоломея Сакки выпустил в свет труд об истинной радости и хорошем самочувствии, где рекомендовал римлянам, вопреки традиции, начинать любую трапезу с фруктов. Результатом его кулинарных изысков стало такое чудесное блюдо, как кусочки окорока с дыней, инжиром или персиками, то есть антипаста. В Италии хорошо известно, что еда – не необходимость, а удовольствие. Небольшая закуска при этом мягко возбуждает аппетит, не утоляя голода. Антипасти – это традиционная горячая или холодная мясо-овощная закуска, приготовленная из типичных мясных и морепродуктов, а также специально для этого подготовленных овощей. Слово переводится как «перед пастой» и означает вид еды, подаваемой на большой тарелке или вращающемся в деревянном подносе перед основным для итальянцев блюдом пастой. В классической итальянской кухне антипаста, как правило, содержит 6 или 7 различных самых популярных овощей. К этому блюду обязательно также подают разнообразные сорта хлеба, хорошего качества натуральное оливковое масло и ароматизированный итальянский бальзамический или винный уксус. Вариантов приготовления антипаста существует великое множество. Отдельные компоненты антипаста, которые требуют маринования, готовятся заранее, не менее трех часов. Для достижения более пикантного вкуса регламендуется все подготовить за день до подачи на стол. В состав антипасти входит баклажаны, болгарский перец двух цветов, цукини, грибы и шампиньоны и маленькие помидорчики. Для маринада нам потребуется оливковое масло, бальзамика, итальянские специи, в состав которых входит орегано, тимьян, розмарин и базилику, специи соль, чеснок и черный молотый перец. Для того, чтобы перемешать весь этот маринад, нам потребуется емкость и кисточка, ибо мы будем смазывать наши овощи. Режем все крупные овощи в произвольной форме, таким образом, чтобы можно было их наколоть на вилку и сразу съесть. Перец режем, очищаем от внутренности и режем сегментами. Так, чтобы не оставалось ничего белого. Примерно вот так. Выкладываем верхней частью наверх. Шампиньоны выкладываем в свободные места между цукини и баклажанами. Нарезанные овощи, целые шампиньоны, мы выкладываем на подготовленный нами противень. Противень должен быть обязательно выложен фольгой. Сейчас мы обильно присыпаем наши овощи тертыми чесноком, перцем и солью. Прежде чем отправить в духовку, после специй мы должны смазать при помощи кисточки маслом. Не жалейте масла. Шампиньоны впитают в масло столько, сколько им надо. А баклажаны при этом просто пропекуются. Маленькие помидорчики сразу класть не надо в духовку. Их нужно класть за 5 минут до того, когда мы должны противень вытащить из духовки. Духовку надо разогреть немного и держать противень минут 20-25, пока наши овощи не приобретут мягкий вид, но не расплывающийся. В таком виде мы отправляем наши овощи в духовку. Наши антипатки были в духовке максимум 20 минут. Я их оттуда достала и положила в томаты. Теперь мы их отправляем туда максимум на 2 минуты, после чего достаем. Духовки готовы. Антипатки мы достали из духовки. Они уже готовы. Пока они не остыли, обязательно их нужно выкладывать в нашу подготовленную форму. Сейчас мы выкладываем на подготовленную нами форму готовые овощи. Вы их выкладываете в той форме или в том рисунке, в той цветовой камне, в которой вам нравится. Для маринада смешиваем бальзамика, оливковое масло и специи. Специи не жалейте. Они очень вкусные. Присыпаем отдельно. Чертыки со скидноком. Довольно обильно. Примерно в том же количестве. Соли и перец. Смазываем наше блюдо готовым маринадом. Маринадом не жалейте. Ей должно быть достаточно много. Последний, заключительный этап в оформлении нашего блюда это украшение блюда с луком. И кому нравятся это кедровые орешки. В данном случае скидорные мы делаем без них. Блюдо готово. Его нужно готовить заранее. Часов за 5, за 6 до перехода гостей. Чтобы оно хорошенько промариновалось. Я вам желаю приятного аппетита. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 2 баклажана 2 цукини 2 сладких перца красный и желтый 300 грамм шампиньонов 250 грамм помидоров маленьких. Для маринада 1 луковица красная соль перец чеснок 1 столовая ложка смеси итальянских специй 100 мл виноградного уксуса 100 мл оливкового масла